На маасе! И здравствуйте, дорогие господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Ведьмы К3 Дикая Охота И надо немножко подождать часиков до 7 Пока Таргаш проснется Набрал на скеллиге всякого барахла Загрузился практически под завязку Вплоть до того, что пришлось даже Вот этот вот навык вставлять Сильная спина, чтобы вес на 60 увеличить Ну, чтобы больше за раз можно было притащить И вот у этих ребят Мечи высший сорт С условием того, что ты броню продаешь Ну, в смысле, делаешь Молодец Так, давай, показывай Покажи мне свои товары Так вот, у них бывает денег И этому я просто, вот Видите, сколько уже у него всего барахла Вот этого, это все я ему натаскал Вот, бронечка, тысячу монет Пожалуйста Все это дело ему продаем Что тебе еще? 263 186, 177 Давай, может еще починить Можно, например, все Давай И 168 монет 132 было Ну, давай 33 36 Вот, 33 сапоги Нормально Пару тысяченок Будь здоров! Пару тысяченок подняли Хорошо Хорошо И остатки Можно сгрузить Например Вот сюда Там у нас Эйвор Хаттори Проживает Самый топовый Оружейный Мастер У которого можно Ковать Самые лучшие Мечи Вообще Любые мечи Которые Рецепты Можно найти В игре У него Можно Ковать Очередной И у него Я уже Достаточно Давно Не был Поэтому У него Денег 1005 Это точно У него Должно быть Эйвор Барахло Привез Здравствуй Эйвор Здравствуй Геральт Чем могу Помочь Покажи Мне Свои Товары 5300 Неплохо Но у него Тоже Еще Вон Смотрите Сколько Всего Тоже Все Я Понатаскал Давайте Броня Самая Тяжелая Поэтому Все Сдаем Ему Всю Броню Которая Только Возможно Вот Так Вот И Мечи 760 А Остальное Все Шлаг Давай Тоже Сгружаем Вот Как-то Так 1000 Монет У него Осталось То есть На 4300 Еще Этому И На 2000 Тому То есть Грубо говоря На 6 На 6300 Будь Здоров Наторговали Очень Даже Неплохо Ну И Собственно Отправляемся Отправляемся Мы На Задание Смертельный Заговор Нам Нужно Закончить Закончить Старые Грехи Наши Которые Остались По Заданиям Как же Это Тебя Стража В Город Отпустила Потому Что Так Тут У нас Трисцилла Стоит У меня Нет сил Герн Может Хоть Ты Его Урезун Не Попозже Попозже Нам Сейчас Нужно В Пассифлору В Публичный Дом Там Сидит Дикстра Нас Ждет Там Сидит Вернон Роше Потому Что Надо Выполнить Это Задание Во-первых Родовит Угрожает Волшебницам Всем И Трис И Йеннифер Русалкины Сиськи Здорово Пацаны Как дела Да ты че Да вы че Страх потеряли Что ли Вот так вот И готово Так Стоп Надо После всего Этого мероприятия Как мы Сдали все Барахло Можно поставить Вот Чтоб Хабка Чтоб хабка Была Долгая Нет Не дай Медяшку У самого Мало У самого Всего 87 тысяч Ну пошел Давай Давай Еще мне нужно Выиграть Карты Уникальные И у Вернона Рошей И у Дикстры Надо у них Забрать Уникальные Карты Но я Не могу С ними Сыграть Потому что Начинается Сразу же Квестовое Задание Так нам Не наверх Надо Нам нужно Через здание Пройти Где то Вот здесь Здравствуйте Дамы Сколько Дам Здесь И все Как на Подбор Красота Красота Витма Геральт Да Давай Наверх Шеф Ждет Он Самый Здорово Бандиты А Геральт Хорошо Ты не мог Выбрать Более Уединенное Место Чтобы Обсуждать Покушение Все Только О нем И думают А многие Сами Бы За него Взялись Бояться Нечего Кроме Того Это Место С Традициями Здесь Фалька Замышляла Своё Восстание И Кстати Покушение На Короля Вреда Ряданка Значит Равняешься На Фальку Если Я Правильно Помню Это Самый Кравовый Персонаж В Истории Рядания Ее Восстание Изменило Ход Истории И Это Нас Объединяет А Что До Крови Мы Пустим Кровь Только Родовиду И Я Рад Что Ты Решил К Нам Присоединиться Признаюсь Я Не Был Уверен Что Ты Появишься Я Подумал Что Йен и Трис Не Будут В Безопасности Пока Жив Родовид Поверь Мне Это Так Я Рад Что Мы Пришли К Согласию Ну Тогда К Делу Думаю Моего Товарища Представлять Не Нужно Роше Ты Здесь Безработные Шпионы Должны Держаться Вместе Когда-то Ты Защищал Одного Короля Теперь Готов Убить Другого Гордиться Тут не о чем Но Я взвесил Все варианты И не вижу Ничего Лучшего Родовид Уже Не раз Доказал Что его Заботят Только Собственные Интересы Он Вторгся В Каэдвен Когда Тот Умолял О помощи Когда Я Попросил Его Поддержать Вызиму Он Выставил Меня За дверь Начинается Решающий Этап Войны Так что Действовать Надо Быстро У меня Не осталось Никаких Иллюзий Свободу Тимерии Принесет Только Смерть Родовида Как Так Мне казалось Родовид Союзник Тимерии Только До тех Пор Пока Мои Партизаны Ему Нужны Выиграв Войну Он Не станет Отходить К прежним Границам Он Мечтает Построить Северную Империю Пока Он Жив Тимерия Свободной Не будет Ну Хватит О политике Мы Не за тем Собрались Родовид Угрожает Жизни Трис И Йеннифер Вероятно Это Для Тебя Более Важно Ладно И Что Вы Хотите От Меня Один Наш Товарищ Поехал Навстречу С информатором И до сих пор Не вернулся От того Что он узнал Зависят Все наши планы Надо его найти А лучшего Следопыта Чем ты Мы не знаем Следопыта Значит Ну Ну Может Еще что-нибудь Расскажете Например Где вы Вашего товарища Последний раз Видели Он Выдает Себя За странствующего Сапожника Он Должен был Переправиться Через Понтор И Скорее всего Прошел Через Риданский Пост Там У нас Свой Человек Возможно Он Что-то Видел Зовут Его Грегор Вы Посвятили Риданского Солдата В план Убийства Риданского Короля О Видишь Даже не все Риданцы Готовы Терпеть Родовида А когда Простые Солдаты Замечают Что что-то Не так Значит Пора Действовать Ладно Я поговорю С Грегором Спасибо Постарайся Не привлекать Внимание Если сможешь И помни От твоего Успеха Зависит Будущее Исход Войны Судьба Тимерии И всего Севера Я понял Попробуй Не опозориться Увидимся Мы Рассчитываем На тебя Только Мадам Сиренити И твой Слушка Отлично А снаружи Никто Спасибо Что согласился Помочь Геральт Чем быстрее Ты с этим Разберешься Тем лучше Не могу Я Поиграть С ними В Гвинт Дочь твою За один Ветер Холера Не знаю Не могу Я с ними Поиграть В Гвинт Надо Выполнить Задание Просто Я Слишком Поздно Взялся За В сапогах Там Как плавается Норм По-моему Норм Похоже Ночка У нее Была Веселой Раз в сапогах В ванну Забралась Да Так Ну Ладно Погнали Раступить Грязь Ведьмак Идет Нам Бежать Километр Как-то Не очень Прикольно Как-то Не очень Прикольно Нам Бежать Да Поэтому Мы Наверное Назад Вернемся Зашли Пошли Назад Прогуляемся Немножко До Точки Быстрого Перемещения Так Вот она И отсюда Быстренько Ррес И в дамке Приграничный Пост Не помню Чтобы я Это проходил В первом Первая попытка Моя была Прохождение Ведьмака Но я что-то Не припомню Этого Похоже Уже Здесь Я не играл Так Народ Да Раступись Что за Манера На мосту Прям Я Сошла С ума Так Идем А может Быть Мы Как Белые Люди На плотве Поедем Че Все Пешком Да Пешком Сапоги Так Стопчем Вперед Платва Поехали Платву Дешевле Подковать Чем мне Сапоги Новые Покупать Дешевле А здесь Что у нас Следы Чудовище Пропавший брат Ну-ка Посмотреть шахту Используя Ведьмачье Чутье И Рекомен Рекомендуемый уровень 33 Я здесь Не вывезу Наверное Да Давай Сохранимся И попробуем Тут Как-то Как-то Крутовато Здесь Да Что за Что за Чудовище Опс Налево Пойдешь Так Надо Разобраться С обмунированием Подожди Кошка Надо мне Да Будет Свет Прекрасно Полутать Ничего Не можем Что-то Следы Чудовища Какие-то Странные Немножко Я бы Так Сказал Лутецкий Лутецкий Это Святое Так Здесь Что Он Еще Лутецкий Вер Смотри Ох Нифига Здесь Просторы Тут Тоже Следы Чудовища Забираем И Непонятно Что Вот Здесь Наверняка Можно было Через Не Через Вход Ити Да Здесь Странное Не Через Вход Ити А Через Этот Какой-нибудь Озеро Так Подожди Всплывай Подышать Надо Ну Ты Всплывешь Нет Молодец Подышал Погнали Сейчас Сюда Немножко Заглянем Тоже Ничего Ладно Окей Там По-любому Какие-нибудь Утопцы Еще Чего-нибудь Охраняют Но Мне Это Интересно Заглянем В пещеру Посмотрим Что Здесь Следы Ведут Сюда Вот Какие-то Следы Крови Кровь Похоже Свежая Но Тела Нет Вон Там Трупаки Смотри Сюда Заглянем Кто-то Кто-то Еще Одна Жертва Кто-то Топает Слушайте Прям Пластина И По звуку Такое Впечатление Как будто Это Какое-нибудь Насекомое Так Что я сделал Не то Что-то Я сделал Так Пошли Потихонечку Что у нас Здесь Сундуков Не видно Нет Ок Грибочки Они только Грибы Шибальцы Да Топает Как будто Какая-то Хрень Инсектоидная Поэтому Мы сразу Наверное Масло Против Инсектоидов Похоже Кто-то Проснулся Да Лучше Был он Спал Ну Наверняка По лестнице Надо было Подниматься По лестнице Которая Вот здесь Была Сейчас Вот здесь Вот по этой Полезли Полезли Так Крестьянка Поговорить Можно Смотри Живая Еще Что-ли На помощь Что здесь Произошло Он Напал На нас Боги Я не знаю Кто это был Но он был Локти Четыре Высотой Скажи А остальные Убиты Такая Симпатичненькая Девочка Ведьмак Отомости За них Убей Эту Бестия Прошу Тебя У меня Нечем Заплатить Но брат Миккеля Проводника Нашего Он Человек Денежный Он Тебя Вознаградит Спроси Его В корчме На Распутие Окей Да мы Бы С тобой Могли Договориться О Награде Йеннифер Не Йеннифер Далеко Так Что Так Откройте Откройте Мост О Это Наружу Мост Да Это К Плотве Так Давайте Еще разок Сохранимся Беги Беги Женщина Так И мы Слышали Что Кто-то Проснулся Где-то Вот там Внизу А каким Образом Мне туда Попасть Здесь Спрыгнуть Где ты Топаешь Ну Давай Страшно Что-то Где там Бегаешь Подожди Ты в скале Что-ли Серьезно Эй Короче Что-то Где-то Она там В стене Или Не в стене Ну-ка Это Блин Полковый Не мешайся Так Надо смотреть Ну вот Пошли по следам Тогда Так Следы 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 Ведут Вот сюда Потом Здесь Мы Залезли По Лестнице И Повстречали Парышню Эту Там Еще Кто-то Ходит Так Вот здесь Например Еще Вот сюда Можно Подняться Сапфиры Вот Тут Сколько Всего Норм Как-то Я в прошлый раз И пропустил Даже Это Дело Подожди Ну вот Поднялся Я сюда И Куда Дальше Сюда Куда-то Спрыгивать Слушай Что-то Непонятное Она Где-то Такое впечатление Какое-то Подо мной Короче Ладно С этим Потом Разберемся Тогда Странное Пока что Непонятно Но Времени Особо Нету Здесь Выпендриваться Погнали Нам нужно Нам нужно Поговорить С риданцем Изменником Все-таки Мы будем Каким-то Одним Заданием Заниматься Да В сторону Так Вот Вани Так Быстро Заехал Куда-то Я Погнали Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай- промазал нормально разобрались 150 метров на пешочком пробежимся траву муравую всякую пособираем по дороге достаточно полезное занятие но невероятно утомительное пошли ориданец изменник ну-ка что-то нам скажешь грего я ищу грегора и его ношу ты кто конь в боярой зрели от дикстри я ждал что он кого-нибудь пришлют идем пройдемся а волосы со шлемом не загрузились похожего чувака славно вы себе пост разукрасили а приказы у короля милостиво нами правящего что они сделали справа вражей соседей деревне кому-то не то присоветовал вот на него и донесли а который слева так он соседом поругался тот возьми и обвини его в колдовстве так это от людей все беды родовид здесь ни при чем а кто по твоему выдумывает законы по которым за такие прегрешения на виселицу отправляют зачем ты служишь королю которого не уважаешь а что мне делать уродился я ориданцем а дезертировать не стану и потом в армию то я пошел пока виземир сидел на троне вот добрый был король мудрый и справедливый родовид другое дело у него одна война в голове а я не хочу чтобы рядание когда-нибудь вот так вот выглядела ладно давай к делу ты наверно знаешь зачем я здесь надо думать из-за нашего знакомого сапожника проходил он здесь только обратно не возвращался а вчера патруль видел у дороги брошенную повозку я думал сходить посмотреть не его ли но не смог вырваться спасибо теперь хоть знаю где искать постойка грамот у тебя охрана есть без нее никто тебя не пропустит да все есть ну и ладно удачи спасибо увидимся у меня вон за спиной две охраны грамоты так куда нам надо по дороге и все время прямо до фига он просочился сквозь ворота так 5 москва серьезно что не как будто кругами бегаю если бы не хозяйки что хорошим тебе что такое пустоши никакой торговли не будет а во-вторых а во-вторых просто не езди туда и ну его нахер ребята ведьмакс и карен макс и карен страшно высокая пошлина я ее устанавливаю и потихонечку вот у этого грегора до сложная моральная проблема что хуже дезертировать или предать по факту он предает своего короля он самый настоящий полоска похоже не повреждена странно надо осмотреться может найду что самый настоящий предатель и вот что уже шарки тупорылые так иди сюда да не гуди сало печенка мясо там подружай сало сало следы драки кого-то похоже оглушили а потом стащили на землю интересно где хозяин этого башмака второй башмак башмак что-то мне подсказывает что я на верном пути интересно где хозяин этого башмака что-то тут одни тапки смотри сколько тут сапогов то одни сапоги смотри кто там рычит тролль не ну тролль кстати пещерный тролль подожди алхимия масло смотри желудок куралистка это понятно все а вот нужно желудок пещерного тролля вот я на чем встал смотри и здесь тоже желудок пещерного тролля нужен поэтому он что-то делает на ложечка желтая привет возьмак иди себе водки собираю да я вижу мне интересно откуда они тут взялись выросли как грибы башмаки из земли не растут не знаешь кто их тут раскидал рок не может ок и бог будут злые ок и бог твои друзья находчики большие находчики нашли человека а у него водки на телеге вот столько а что сделали с человеком в пещеру сделали вон туды его съели не он костлявый нехороший да ок сказал ему башмачить для ога ога и рога зачем вам башмаки человек человек носят так ок бог и рог хотят будем большие хозяевы как человеки бывай еще тролли где-то рядом мне бы мне бы замочить бы как-нибудь постоянно с ними сталкиваюсь с этими ограми троллями вот она пещера но мне бы хотелось игру их седло тут чьё-то найти где-то надо тролли вот этих а найти я их не могу нигде и если здесь будет вариант их замочить то я их наверное прибью всех потому что реально масло надо делать так ни черта не видно опять так лучше на кошка давай-ка часок помедитируем чтобы восстановить все все эликсиры давай кошечка и пошли ок черта умрет значит пускай сука не пьет мусорь он как следует ае не а охранника человеку делаешь губую морду и говорите черт ь мёртывай отсюда мода драная упожекли ну ладно а теперь перейдем к практике ты сука Он их матерится и учит А ты ботинчик, под боты и шеи, не болтай Здорово, чуваки Ну конечно, кто еще будет учить троллей ругаться? О, Геральт, сколько лет! Этот кто? Спокойно, Ог, это мой старый знакомый Иди отсюда! Или в суп! Я ужасно жилистый Это правда, ты только взгляни на него, кожа на кости Надо как-то поссориться с ним Мне пора Вы тут потренируйте, чему я вас научил В следующий раз, как тут буду, устрою вам, сука, экзамен Тала, не ходи Тала, сиди на жопе Вот и швей Подавай вот так, сразу же Нет у меня времени болтать с троллями Талер, отойди Тихо, тихо, тихо О, и третий прибежал Талер, отойди Талер Конечно, douce Талер Балыш Да нет, я не могу Да нет, никакой руки Талер А бэр Я вообще не взял У-у-у Талер 1 наелся 2 наелся 2 наелся взять их ученики их даже не шутить а с этими идиотами но они были славными идиотами у меня нет времени на такие тонкости почему ящики подсвечиваются подхожу и он перестает нельзя его открыть что за фигня странно не но тем не менее мы сделали так алхимия на какую кнопку так нам нужно эфир нам нужно рубида так альбедо и нужная эфир на эфир нужна белая чайка алкоголь белый чайка есть и теперь эфир отлично и теперь отличное масло против огров берем и здесь теперь а рубида блин я не то сделал я альбедо сделал рубида чуть и надо эту плесень кстати тоже мне не хватало зеленой плесени я у кого-то вторил у какого-то барыги так рубида да вот это надо было окей отличное масло против проклятых пойдет не слабо так прибарахлились и теперь желудок у ралиска только и все у меня на текущую секунду по всем моим рецептам уже будет готово проблема только в том что у меня кошка включена давно мы не виделись что ты как ты нильфгард раздолбала разведку тимерий за одну ночь я едва ушел квасил с горя до тех пор пока печень не сказала хватит и что теперь работа над ошибками все сначала верчусь по округе слушаю спрашиваю вербую новых агентов как живешь как картофельная моль сижу тихо глаза не бросаюсь рубаю картоху ну будь я сука уже есть пошли на выход кошка включена сейчас светло будет прям сильно наверное поэтому надо наверное чуть-чуть подождать ну вот так гораздо лучше что будет прошли пошли 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 толяр спать пошли троллями наверняка можно было когда договорится но не наш случай Может как-то ускоримся, Талер, пошли, или так и будем маршировать. Ну давай, пойдем погодой понаслаждаемся. У нас Кельди, гроза, здесь дождь, что за фигня с погодой творится в последнее время, там кто-то бегает, непонятно кто, башмаки, спасибо еще раз Геральт, отсюда я и сам доберусь, и я непременно расскажу рождество. Слушай, Дикстри, как ты расхерачил троллей, думай они впечатлятся до усрачки. Слушай, в Изиме ты вроде был старьевщиком, как ты вдруг стал сапожником? Просто выбрал наименее подозрительное занятие. Старьевщик херовое прикрытие, слишком много народу считает себя обманутыми, а мне не нужно было привлекать к себе внимание. Думал заделаться корчмарем, людей они много видят, каждый что-нибудь да скажет. Проблема только в том, что ты сидишь в этой своей корчме, как шавка на цепи. Никуда ты со своего двора не денешься. А башмачник может заехать куда угодно. В этом можешь не сомневаться. Я себе даже вон фургончик организовал. Красота. Красота. А то. Я на нем, сука, неплохое состояние сколотил с начала войны. Их тура, она же вечно куда-то прется. А знаешь, что бывает, когда сапоги стерты? Ноги тут же в кровь сбиваются. Каждый солдат маму родную продаст ради годных сапог. Что будешь теперь делать? Ну как что? Вернусь в Новиград. Там вместе с Дикстрой и Роше будем выдумывать наш гениальный план. Никаких подробностей. Прости, брат, но хер я тебе что скажу. Сука, если бы дело касалось только меня, я б тут же тебе все и выложил. Я если кому и доверяю, то только тебе. Но я работаю не один. Так что и решение принимать не мне одному. Лучше я помолчу. Ясно. Я понял. Бывай. Удачи тебе. Ох, она мне пригодится. Родовит та еще бестия. Но мы что-нибудь придумаем. Точно тебе говорю. Скоро о его смерти весь Север будет говорить. Постарайтесь только, чтобы не говорили про трех убийц, которых отправили на дыбу. Хе-хе-хе. Не боись, Геральт. Мы не пропадем. Бывай. Задание дополнено. И задание выполнено. Получено опыта. Одна штука. Чисто так, да? Вы получили опыт. Раз галочку поставили. Так, значит, что дальше? Что дальше? Мне надо... Мне вот надо уникальную карту Дикстры выиграть. Мне надо уникальную карту Роше выиграть. Блин. Короче, дел много. Вот карту Вернона Роше надо выиграть. А давайте... Сейчас должно нарисоваться нам, где этот Вернон Роше расположен. О! Он в убежище у мерзких партизан. У мерзких. Тимерских партизан. Так что, в целом, можно, например, мотануть вот сюда. Да? А потом сразу же к убежищу. Так что, такие дела. И уже там поиграть с Верноном Роше. Не знаю, что он мне скажет, не скажет. А потом поиграть с Дикстрой. Нужно две карты поднять. Может быть, они что-то и скажут про дальнейшие действия. Что дальше делать с этим заговором. Какие у них дальше планы. Потому что пока что непонятно, куда ломиться. Так, давай. Поехали. Так, хорошо. Только ведьмака этой, братвей, не хватало. Здравствуйте. Геральт из Ривии. Живой и здоровый. А то. Вот. Ты играешь в Гринд, Роше? Да. Только здесь не с кем. А у тебя есть колода? Доставай. Давай, легко. Удачи. Понеслась. Так. Ну, в целом, мне нравится моя колода. Единственное, я хотел бы вот эти погодные карты убрать. Потому что я ими вообще не пользуюсь. Оставлю ясное небо и казнь. Давай. Погнали. Ну, кстати, тоже за королевство Север играет. Это хорошая карта. Казнь одну заменим. Отлично. Шпион. И ясное небо, пожалуй, тоже заменим. Вот. Вот это идеально. Это идеально. Шпионов только маловато. Но сейчас посмотрим, как оно будет выглядеть. Сейчас, если все хорошо, у него тоже должна быть вот такая вот картишка. Чучела. Нету? Жаль. Давай вот эту закинем. Это неплохо нам даст сейчас. Сразу же 12. Еще бы где-нибудь на выигрывать их, да? Вообще бы фантастика была. И вот у него есть карта катапульта. Она дает удвоенный бонус, если такую же положить. Ну, с названием катапульта. Но у меня вот одна только есть. И во всей колоде всякие вот там осадные башни, трибушеты. А вот катапульты, к сожалению, нету. Поэтому. Давайте посмотрим, что и как будет. А я вот так могу сделать. Трибушеты. Так у меня такие же карты есть. Так. Пока вровень. Вот видите, увеличит бонус этот, но... Было бы неплохо на более высокий... Ха-ха, смотри, у него те же самые карты. Капец. Блин, надо было не кидать, наверное, вот эту... Да, и... Казню зафигачить туда. Это было бы шикарно. Но... Так, так. 49, 52. Ну, давай. У него карта уже почти не остается. Он сейчас спасует, мне кажется. Нет? Ну, ты странный малый. Просто чем будем ходить на следующий ход, непонятно. Слушай, давай что-нибудь заберем какой-нибудь. 16, да? Мы у него выигрываем 9... 11 очков мы у него выигрываем. Давай, чтобы ход просто сэкономить, я тогда вот эту одну заберу. Все, и он пасует, да. Удачно забрал, все, тоже пасуем. Так. Нам карта, и мы сможем вытащить еще из колоды какую-нибудь, да? Поехали. Давай какое-нибудь вот такое. Вот так вот. И сюда сможем, если что, бросить еще и усиление. Вот смотри, он сейчас тоже, наверное, вытащит. А, он шпиона. Окей. Плюс две карты. Ну, ладно, сливаем все, что есть. Тут дело такое уже. Ну, ты какой шустрый парень. Давай. Так, а у него самая сильная карта. Давай мы его немножко осадим. Вот так вот. Ибо нефиг. Нормально. Нормально. И у него последняя карта. О, дружище. А мы еще можем и усилить какой-нибудь ряд вообще. Вот этот, например, да? Бесполезно, конечно, он так. Поржать. Все. Давай. Пас. Прекрасно. Ты выиграл. Поздравляю. Бери награду. Знаешь, с кем еще стоит сыграть? Я слышал об одном картежнике. Он недавно заезжал в Новиград. Что интересно, тоже ведьмак. Ламберт его зовут. Знаю я Ламберта, но представить не мог, что он играет в Гвинт. Кстати, из наших знакомых еще Таллер страстный игрок. И колода у него интересная. Он сейчас где-то в этих краях ошивается. Попробуй с ним сыграть. Да я только что с ним общался. Вот реально. Саесентис какая-то. Так, это что за карта мне дали, интересно. Саесентис какая-то. Вот она. Ну, слушай, неплохо, да? Пойдет. Ну, как-то мне не очень. Мне достался с КТ или колода, как-то мне не очень нравится. Только ведьмака этой братве не хватало. Выиграть уникальную карту Таллера. Мы только что с ним. Так, это, наверное, к... Ламберт. Ты что, в семи катах, что ли, сидишь? Быстро он на свои повозки-то гоняет. Я, честно говоря, думал, что он бы где-то там тоже шоркаться. Ну, давай зайдем. Ты что? Кошак. Мне для храбрости нужны тренинг. Это этот, что ли? Русалки не сиськи. Таллер. Давай сыграем. Правду говорят, что ты любишь играть в карты. Я вообще люблю играть. В кости, в карты, в шахматы. Игра меня расслабляет. Ты ее от нечего делать, спрашиваешь? Или хочешь поиграть? Я у тебя карту хочу уникальную. Хочу поиграть. Только помни, меня хорошие карты интересуют, а не всякий мусор. Так, давай, королевство севера. И погнали. Смотри, он за Скайдейл играет, да? Так, это, это. Хорошо. О, шпионов-то сколько. Отлично. Тут неплохие карты, на самом деле. Нет. Блин. Эти карты, конечно, хороши. На них бонусы всякие негативные не распространяются. Но, блин. На них также и бафы не распространяются. Вот в чем дело. Вот какой молодец. Давай-ка. Немножко вот так вот осадим. Нифига себе, Геральт из Ривии, 15. Хо-хо. Я такой не видел карты еще, реально. Я хочу такую. Может быть мы сейчас ее выиграем, а? Ну, давай. Вот так вот. Как тебе? Ну, пока в Рове не идем, он будет кидать. Молодец какой. Я тоже могу своих бафнуть. Давай-давай, дружище. Кидай карты. Давай-ка шпиончик отправим. Капец. Еще две казни. Ну, он пасанул, блин. Мне казни надо эти потратить куда-то. 44. А давай потратим. Вот сюда, да, закинем. Вот так вот. Оп. Отлично. И раунд забираем. У нас еще одна казнь есть, так что мы сможем ему закинуть. Так, давай. А давай вот так. Сейчас мы все три ряда этих бафнем на удвоенный дамаг. Давай. Сейчас шпион пойдет по-любому. Да. А я его заберу. Я его заберу и ему второй раз отправлю. Давай. Вообще, давай посмотрим, что он будет делать. Сейчас пока своими делами здесь займемся. Посмотрим, что он накидает. Потом казнью сожгем самую сильную карту у него. И будем дальше уже смотреть, что будет происходить. Давай вот так вот. Что там у него? Четыре карты осталось. Три карты. Ну, вот эти вот по шесть. Может быть, даже две сожгется. Нет? Да, прекрасно. Пойдет. Блин. Надо было дождаться. Давай пока шпионов отправим. Прекрасно. Слушай, вот это будет вообще бомба. У меня их три в колоде. Иногда бывает такое, что я и три их вытаскиваю, закидываю. Причем под вот этим вот. Так, что? Особо-то и нечего, да? Давай, вот так вот. Минус. Минус две. Пойдет. Я его казнью, да, вот этой всякой фигнью заколебал, наверное. Он кидал-кидал и всего семь у него. И все, и он пасует. А мне здесь можно накидать вот это вот. Все с удвоенным будет. Вот эти друг друга бафают. Мало того, что... Так они еще и это, смотри. Просто по 16, да? Сюда можно закинуть. Ну и десятку от этого еще. Смотри. Ну и еще гарантия того, что погодные эффекты у нас не сработают. Короче, Тайлер, фигня у тебя, не колода. Мать твою за ногу. Ты знаешь, сколько я собирал эту колоду. Долго, надо думать. А значит, ты знаешь хороших игроков с хорошими картами. Ведь так? В последнее время все только и говорят о каком-то Ламберде. Говорят, колода у него охренная. Ты с ним, может, знаком? Он вроде ведьмак. Знаком-знаком я с ним. О, да. Геральт из Ривии нам дали ее. Отлично. Давай в колоду засунем. Все, едут и едут. В колоду засунем ее тогда сразу. Может быть... Пропрет. Ламберт. А где у нас Ламберт этот? Он в Каэр Морхене. Ну, давай, может, в Каэр Морхен мотанем. А, я не могу сюда, потому что у меня нет возможности сюда переместиться. Может, на лодке как-то можно, но не знаю. Нет у меня здесь не открыто ни одной точки перемещения. Мне доспехи здесь надо забрать и все такое. Но, к сожалению, не могу. Поэтому у нас остается пока что... Дикстра только. Давай. Сгоняем с Дикстрой, пообщаемся по поводу заговора. Опять же, и заодно картишку у него заберем. Неплохой вариант, мне кажется. И опять же, у нас Йеннифер сказала, что присоединится позже ко мне. И, типа, встретится уже в Каэр Морхене. Так что, скорее всего, когда мы побываем в замке у Кровавого оборона, по поводу этого уродца Умы. Так, и как туда попасть? Как туда попасть? Что, ниже? Что же ты отдал свою еду этому нищему? Ау, это больно! Так вот, побываем в замке Кровавого оборона, разберемся с этим уродцем, и после этого нам, скорее всего, придется отправиться в Каэр Морхен. И уже там, наверное, мы с Ландертом. Может, хоть теперь эти садисты вывезли. Здорово. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Давай. Ты играешь в Гвинт? Играю. Гвинт напоминает политику. Только честнее. Хочешь сыграть партию со старым мастером? Угу. Ну, давай. Погнали. Геральта мы засунули. Ну, 15. Это неплохо. Это прям вообще неплохо. Нету у нас случайно Геральта здесь. Жаль. Ну, вот это тело, это хорошо. Это сразу 12. Казнь есть, чучело есть. Шпионов ни одного. Давай попробуем. Нет. Второй. Вот такой в колоде не нужен абсолютно. Потому что он выдергивает даже из вот этой. У него, смотри, 14 карт в колоде всего лишь. Ну, погнали. Пустим для начала. Посмотрим, что он будет делать. Он тоже за Королевство Севера. Он тоже прощупывает. Потихонечку. Ну, давай, например, проверим, что он скажет. Десяточка, да? Восемь. Восемь. Недурно. Ну, давай казню собьем я. Отсадная башня. Ну, давай потихоньку будем закидывать. Будем смотреть, что здесь. Требушет. Ну, у него карта не остается особо. В отбой у нас только казнь. То есть, даже это бесполезно бросать. А тут тоже по факту нужно, чтобы у него рукопашников было больше, чем 10 сил атаки. Но тут такая уникальная карта на нее не будет работать. Так, ну что. Мы, наверное, на 12, да? Мы его опережаем. Давай заберем одно. И будем как-то 36. Блин. Ну, давай, надо выжидать, сидеть и выжидать, потому что все, он пасует. Три карты он оставил. Из которых по-любому там что-нибудь на погоду есть. Ну, либо на какую-нибудь фигню там. О, пойдет. Прекрасно. Давай. Давай. Пойдет. И мы сможем еще две карты достать из колоды. Да, я говорю, у него на погоду здесь всякая фигня. Но это отстой. Давай вот так. И забираем. Осадные. И осадные потом улучшим. Ну, вот сюда вот. Сам же Мороз вешает, сам же. Молодец вообще какой. Давай. И сейчас весь этот ряд усилить можно будет. А у него ничего нету. У него просто три карты погодных. Короче, досвидос. Даже доигрывать с тобой не буду. Все. Чувак, наигрался. Вижу, у тебя в колоде не хватает эстерада Тисона. Прими его. Спасибо. Знаешь, еще кого-нибудь, кого я мог бы обыграть? Ламберта? Можешь попробовать сыграть с одним эльфом. У него есть замечательная карта. Он живет за городскими стенами, где поселились недобитки с Каятаэлей. Отлично. Ну ладно, ребят, все. На этом будем заканчивать бегать и выигрывать всякие карты. Ты не простудишься здесь перед входом-то? Так вот. Буду бегать уже к этому с КТЛ. Я сбегаю за кадром, скажем так. И с вами увидимся в следующей серии, либо на стриме. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был Сергей, всем счастливо всем. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok